31-летняя Уралочка, чересчур озабоченная стройностью фигуры, чудом не попала за решетку за попытку контрабандного ввоза 2304 капсул, в которых эксперты обнаружили 780 граммов сильнодействующего препарата. Дама через интернет заказала в Казахстане большую посылку на фаршированную БАДами, биологически активными добавками, подавляющими чувство голода. Таможенники тормознули груз, вскрыли почтовый ящик, прибывший за границей, и обнаружили в нем десятки упаковок с БАДами двух видов. Эксперты обнаружили в капсулах сибутрамин, психостимулятор, производная амфетамина, вызывающая чувство насыщения, имеющая массу опасных побочных явлений. Такой препарат врачи назначают пациентам страдающим ожирением, строго по рецептам и в ограниченных дозах. Как уточнили в Уральском таможенном управлении в России, сибутрамин еще в 2008 году был включен в список сильнодействующих препаратов, как анорексигенное средство. Заказ его по почте запрещен, если у человека, конечно, нет на руках назначения от лечащего врача. Уральское горе контрабандистка об этом, вероятно, не знала, и потому легко отделалась условным сроком в 3 года и 1 месяц. Вообще-то за контрабанду сильнодействующих препаратов можно и в тюрьму угодить на 12 лет и штраф схлопотать до миллиона рублей. В 2022 году таможенными органами Урала было пресечено 24 факта контрабандной поставки сильнодействующих веществ в составе биологически активных добавок. В большинстве случаев наши сограждане приобретают эти добавки с использованием сети интернет, за границей. Поставки считляются использованием международных почтовых отправлений. На сайтах, где производится закупка, информация о действующем веществе чаще всего отсутствует. Для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, я бы рекомендовал нашим согражданам воспользоваться возможностью получения консультаций у таможенных органов. Продолжение следует...